Ребятки, всем наедобрейшего утра. Мы уже все повставали. Сегодня нас ждет интересный влог, интересный день, потому что мы сегодня поедем в большую, в большую. Короче, как она? Краевая больница детская в Краснодаре. Я вам ее покажу, сам посмотрю, что это такое. Вот, чуть позже расскажу, зачем мы туда едем. Сегодня нас еще ждет с вами шашлык, еще, возможно, что-то по мелочам и продажа дома. А вот какого дома, чуть позже тоже узнаете. Все, погнали в новый день. А выпуск этот с вами давайте начнем. С предыстории. 28 августа 2021 года у нас родился третий мальчишка. Назвали мы его Мирон. На третий день нас выписали. Здравствуйте, здравствуйте. Есть одно но. Это но называется родовая травма. Нам поставили вот такой вот диагноз. Кефала гематова правой теменной кости. И назначили консультацию нейрохирурга. Но проблема в том, что в этой клинике Екатерининской его нет. То есть, получается, ищите где хотите. Смотрите, где я нахожусь. Это детская краевая больница. Нам сюда нужно приехать было, чтобы показать Мирону. У него есть такая шишка. Как-то там кефаем гематома. Что-то такое вот при рождении. Вот. И врач, нейрохирург есть только тут. А в клинике, в которой мы рожали, Екатерининская, он есть. Но он только в Сочи. И нам этого не сказали. И они же дали направление как бы типа сюда. Поэтому мы приехали сюда. Но здесь на основе платного осмотра, 700 рублей стоит, мы сюда приехали. Сейчас подходит наша очередь. Сказали, прикиньте, приезжать за 20-30 минут. Мы, в принципе, приехали, ну, минут за 20. На парковку очередь. На регистратуру очередь дали один талон. Отстояли минут 15. Сказали, что, оказывается, мы не туда стоим. Нам нужно в платный. Нам ничего не сказали вообще. В итоге взяли заново талон. Ужас. Ужас. Бесплатно. Вот эта государственная хрень. Вот почему мы никогда не ходим вот так? Это потому что жесть. Лучше ходить, конечно, платно. Выправить деньги и сходить. Но здесь проблема в том, что в Краснодаре нету нигде нейрохирурга. Лежащая вот в Сочи в Екатерининской клинике. Вот невозможно пройти мимо. Блин, это детская больница. Просто шесть. Я вообще дурею, честное слово. Вот она парковка, про которую говорил. Она, конечно, вообще битком. И очередь начиналась аж с дороги. А вот она сама, типа, больница. Смотрите, с виду такая ничего. Но внутри, конечно, я вам все показал. Настенка, давай, ты вышла от врача. Как твои впечатления? Ну, врач молодая девушка, очень хорошая, толковая. Все посмотрела, пощупала, все объяснила, все написала с лечения. Врач хороший, нейрохирург, хоть и редкий. Ну, редкий, но... Да, и сказала еще нам прийти, показать еще, чтобы заключение дать. И сказала, придите так, чтобы вас не записали, начала запишут платно. То есть даже наши деньги. Вот так вот лайфхак нам дали. Да, это не лайфхак, это такое человеческое, видишь. Человеческое отношение. Просто пожалели наши деньги. Ну, да. Вот она, видите, небольшая шишечка. Вот ее и нужно было показать. Ребят, если вдруг вы приедете в эту больницу по каким-то причинам в первый раз, то знайте, парковку лучше оплачивайте в терминале, потому что я скачал приложение парковка Краснодара, закинул туда деньги, у меня прошла оплата, а по факту долг карты не погасился. Из-за этого скапливается там огромная очередь. Не только я там один так втупил там. В итоге я все равно побежал в терминал, засунул эту карту и оплатил через терминал. И вот он выдал такой чек. Вот сколько приезжаем в сам центр Краснодара, я вот постоянно кайфую. Безумно красиво, архитектура. Вот эти вот круги, которые ночью подсвечиваются, зелень неприлично, скверы, парки, всякие памятники. Как-нибудь обязательно вместе с вами погуляем по центру. Сделаю выпуск. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ребятки, вы только посмотрите, что у меня в руке. Это значит, что мы сегодня приготовим вкусный шашлычок и классно проведем время. А по какому поводу, скажу чуть-чуть позже. Товарищи вегетарианцы, отходите от экранов, потому что мы сейчас будем резать мясо и его мариновать. Так, главное, что нам понадобится, это, конечно же, мясо. А для того, чтобы замариновать, мы, значит, используем это перчики, смесь перцев. Это вот такую вот приправу универсальную. Лук, можно много лука. Соевый соус. И, конечно же, ребятки, кинза. Так, ну что, в общем, смотрите, все добавил. Все, что я вам говорил, осталось только перемешать. Ну что, смотрите, вот такая вот у нас красота получилась. Я думаю, полчаса, пока там сейчас соберемся, пока доедем. И все. Ребятки, я совсем забыл вам вот еще, чтобы показать. Смотрите, кулек с картошкой. Это, короче, делается на углях. Тоже наше такое любимое блюдо. Сюда мы, значит, добавляем, ну, собственно, саму картошку, растительное масло, чесночок, перец и приправу, которую я вам показывал в шашлык. И чеснок. Сказал, не сказал, не помню. Вот. И все это дело запекаем. Ну, чуть позже покажу. Так, ребятки, куда мы приехали на шашлык? Такие, значит, смотрите, мы здесь неоднократно были, в выпусках мелькали, мелькал, точнее, этот райончик. Вот это вот, это ростовское шоссе. Вот, смотрите, здесь вот такие вот магазинчики есть. И наша задача сейчас с ростовского шоссе повернуть. Собственно, если прямо поехать на Москву. Так, автобус только пропускаем. Вот, спасибо. Так, вот, смотрите, начинаются частные дома. И я хочу вам показать кое-какой домик. Вот, план, схема СНТ Дю ШС. Но самое главное, что здесь, ребята, прописка ИЖС. СНТ Дю ШС. Опа. Опа. Так, там магазины, вы видели всякие разные. Здесь вот салон красоты, кафе-бар, какой-то уральский теремок. Даже вот есть пункт выдачи озон, коптильщик. Что здесь есть? Аптека, игрушки, одежда. Короче, большой такой универсал, мясо, продукты. В общем, куча-куча всего. Смысл в чем? Мы едем, в общем, сейчас в этот домик. Там живет Настяна подруга. Неоднократно, в принципе, и она и в выпусках даже у нас великала. И они сейчас этот дом продают. Вот, собственно, совместим, так сказать, два дела. Пожарим шашлык, поужинаем. И вам покажу двор, вам покажу дом. И оставлю в описании контакты Настиной подруги. Свяжетесь, если кому нужно, можно здесь приобрести дом. Вот первая линия. Вот видите, вот они домики. Вот она дорога. Но от дороги отделяет, получается, деревья. Так, ну смотрите, это дом. Я вот так вот заехал уже, как все, домой. Это наше стандартное место, где мы жарим шашлык. Но у меня еще с собой есть мангал. Возможно, мы сейчас сделаем два. Здесь есть еще пристройка. Вообще, как его под что-то можно сделать? Если бы это был мой дом, я бы здесь сделал бы себе съемочное помещение. Отреставрировал бы. Вот. Сам дом вот с сайдингом сделал. Участок здесь 5,05. И самый кайф в этом участке, что все деревья, они плодоносные. То есть вот это вот, это слива. Правда, вот ее не успели поесть. Почему-то ребятки вообще ничего не собирают. Яблоко. Вот, собственно, мы сегодня с вами вместе соберем. Очень вкусные яблоки вообще, безумные. И здесь еще где-то есть груша. Вон, видите, все валяется. Все яблочки. Все валяется. И вот груша. Так. Вот. Дали? Какое красивое дерево. Вот, грушу тоже соберем. Вот. А здесь уже заборчик. Там уже живет бабулька какая-то. Это, видимо, ее тут душ. Туалет. Вот. Вот дом. Первый этаж жилой. На мансарде чего не знаю. Вот. Но, ребят, тут вода в доме. Все. Как бы туалет у них все есть в доме. Вот. Такой участок. Откатные ворота. Без привода. Вот. Небольшая есть терраска. Вот так вот вам покажу. Вот. Входная группа. Небольшая терраска. Ну, здесь можно что-то подделать, да, под свой этот. Вот, если вдруг захотите брать вид с комнаты. А, такая красота. А, здесь же еще какие-то деревья есть. Точно. Мы что-то здесь еще рвали. Здесь, по-моему, орехи еще на участке есть. И вот еще груша, видите, висит. Ну, короче, по кайфу. О, какой запах. Жаль, что я не могу вам это передать через камеру. А здесь... Это картошка. И она замариновалась, и будет... Так, все. Дети сразу занялись какой-то игрой. Однозначно, как говорится, нужен дом. Я, кстати, обычный костер развяжу без рожига. Всегда собираю маленькие палочки, закидываю их. Вот, когда, конечно, с этим сложности. Но вот здесь вот прям целая куча такая. Потому что сейчас быстро насобираю. И, как говорится, в путь. Нашел праздник. Смотрю, я намного размолачиваю. Очень. Так, пока у нас тут разгорается уголь, давайте мы залетим в домик. Я покажу вам быстренько планировочку. Хоп. Вот так вот развиваемся. Смотрите. Это значит вход. Здесь сразу слева спальня. Одна на беспорядок не обращает внимания. Все-таки дети живут. Вот. 60 квадратов общая площадь. Здесь, значит, сразу у нас туалет, ванна. Вот так вот. Так. И здесь получается, смотрите, такая большая гостиная с кухней. Кухня с окном. И здесь также есть еще окно. Да, то есть такое сквозное. Вот так вот. И здесь детская комната. Вот так вот вам сильно не буду показывать. Ну, вот, собственно, здесь живет ребенок. И есть стеллаж. То есть, ребятки, смотрите, кого вас заинтересует. Я оставляю контакт в описании. Просто набирайте, говорите, что от нас, от канала «Семья на чемоданах». И договаривайтесь о цене. То есть нашим зрителям, нашим подписчикам будет цена лучше, чем где-то он там стоит на каких-то площадках. У нас тогда в машине с собой есть решетка. Соответственно, ее сейчас расчехляем вместе с вами и закладываем сюда на картошку. Картошка будет запекаться на решетке, а само мясо на шампурах. Вот если честно, все так прекрасно. Просто дети бегают, играют, разык-никают. Мы шашлычочек жарим. Ну, круто же. Подошел, сорвал фрукт, яблоко, грушу, поел. Красота. Так, давайте я покажу вам эту пристройку. Кстати, вот видите, за пристройкой есть как бы еще место. В принципе, ее можно и снести, кому не надо. Вот. Хопа. Вот так вот открываем. Ух. Заходить даже это есть. Дур-дур-дур. Так. Вот такая вот подсобка. Ну, вот говорю, кому нужно, можно оборудовать вообще во все, что угодно. Вон, удаленный офис себе сделать для работы. Вот. Вот такие делаем. Самое главное, конечно, это, друзья, прописка ИЖС. Это сам город. Удобнейший. Быстр. Ростовское шоссе. Платник М4. Красота. В принципе, одна половина углей у нас готова, поэтому я думаю, что можно уже поставить картошку. Заряжаем ее в решетку. И все. И пусть потихонечку запекается. Как я четко все рассчитал, что у нас прям, смотрите, идеально на одну решеточку все это дело выходит. Давайте ставить на уголь. Шукс. Ну, жар достаточно. Этот у нас еще для шашлыка пусть. А так, вот мангал удивительный. Вот он старый, весь такой, видите, поведен вот так вот сверху, да, покажу вам. Но жар держит просто нереально. Ну что, мы дошли с вами до самого заветного. Того, ради чего мы здесь сегодня собрались. Этот шашлык сейчас будем нанизывать. Запах просто магический какой-то вообще. Шлепс. Все, получилось вот столько шампуриков у нас. Вон, даже видите, смотрите-ка, быстро как схватывается. Жар, конечно, нереальный. А это даже уже он подгорел. Ну, капец. Потому что огонь горел. Ёпсиль, мопсиль. Я, кстати, представляете, с 2012 по 2015 год был вегетарианцем. Я вообще не ел мясо. Ни в каком виде, никак. Ни рыбу, ни обычное, ничего. Вот. А потом я снова начал есть. Ну, вообще, считаю, что, наверное, отказываться полностью глуповато. Вообще, наверное, знаете-ка, должно быть все. Сейчас потушу тут. Опять огонь. Мне кажется, что всего должно быть в меру. Как бы, наверное, каждый день постоянно в большом количестве употреблять мясо, наверное, тоже плохо для организма. А так иногда шашлычок, как говорится, можно. Как вы считаете? Пишите. Вот самое бесявое в приготовлении шашлыка, это то, что ты его готовишь. Эти запахи, ароматы, я не знаю, заставляют страдать. Ну, вот и все. Опа. Ай, красота. У картошки такой аромат. Самое-то главное, забыл это пожарить хлеб. Какой шашлык без хлеба на углях. Поэтому еще прям две минутки и садимся за стол кушать. Хотя там дети вон уже все взрывают. Ну что, поужинали. А теперь можно собирать яблоки. Папа. Папа. Папа, вот это? Давай. Папа. Папа, вот это? И груш нету, и сливы уже, видите, все, они это отцвели, их подъели. А еще вот это вот Настя подруга посадила персик, и он в том году дал таких больших три плода. Вот. Но в этом году, учитывая, что некогда, не дал он. Вот. А яблоки, смотри, что у нас получилось. Аккуратно, Родион. Вот такой пакет мы собрали. Вот так вот. Опа. О. Ну, в принципе, свежее мясо. Вот. И еще получились четыре груши. Груши здесь, конечно, очень вкусные и большие. Что, ребятки, вот такой вот денек у нас с вами получился. Как вам? В комментариях пишите. По поводу дома сказал, по поводу шишки в курс дела ввел. Наверное, все, что хотел вам рассказать в этом выпуске, я рассказал. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами совсем скоро в новом видеоролике. Пока.